Вообще, что такое звук? Звук — это всего лишь навсего физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде. В нашем случае это газообразная среда — воздух. Без среды звук не распространен. Аналоговый сигнал или аналоговый процесс — это процесс, у которого каждый из представленных параметров описывается функцией времени и непрерывным множеством всевозможных значений. То есть это просто непрерывный процесс. Все процессы, происходящие в нашей жизни, аналоговые. С цифровыми сигналами, цифровые сигналы или линейные сигналы от клавишных инструментов, диджейского оборудования и прочего — это все равно аналоговые сигналы. У звука есть две характеристики — это амплитуда и частота. Амплитуда у нас характеризует громкость звука и обозначается А. Частота определяет высоту тона. То есть чем выше у вас частота, тем выше будет нота. Самые низкие ноты — это у нас суббас, бас. Самые верхние — это высокие частоты. То есть на картинке мы можем увидеть, у нас единичка — это как раз амплитуда, а частота обычно — это количество повторений полного периода в одну секунду. То есть количество полных вот таких вот колебаний в одну секунду. Надеюсь, все помнят, это из школьной физики. Физическими свойствами звука у нас звук в среде, в воздухе распространяется со скоростью 340 метров в секунду, то есть достаточно небыстро. Это надо всегда учитывать там при построении акустических систем с линиями задержки, что вторая линия должна быть задержана относительно первой. Громкость звука — это субъективная величина, и главным образом она зависит от звукового давления, которое уже можно измерить и быть более-менее адекватным. Но в реальности все люди слышат по-разному, и одинаковая громкость колонок для разных людей будет разной. Также звук обладает, как и любая волна, обычными свойствами дифракции и конференции. То есть источники могут взаимодействовать между собой и создавать новую сумму в пространстве сигналов, или могут просто огибать. Мы часто, например, видим в клубах, когда люди стоят около басовых динамиков, около сабов, и говорят, что им не хватает баса. И это действительно так, потому что бас их просто огибает. Потому что если мы возьмем частоту звука, например, 100 Гц, то длина волны будет 3,4 метра. То есть находясь в непосредственной близости перед самой колонкой, бас просто вас обогнет. Именно поэтому у любой акустической системы есть фокус. И лучший звук будет находиться в нескольких метрах. В зависимости от типа акустической системы, это будет разное расстояние. В зависимости от того, обычный это закрытый кабинет или открытый кабинет, или это будет рупорная система. Обычно самый лучший звук — это точка, где у вас находится звукорежиссер. То есть это оптимальное место. То есть если вы хотите услышать на концерте звук максимального качества, вставайте перед звукорежиссерским культом, и вы, скорее всего, не прогадаете. Надо понимать, что вообще зона покрытия любой акустической системы, в которой звук максимально идеален, это где-то 30-40% от общей площади зала. Именно поэтому центральные места в концертных залах стоят максимально дорого. Также у звука у нас есть физиологические параметры. Конкретно это динамический диапазон, который у нас является 140 дБ. Наш слышимый диапазон, в котором наши уши слышат, это 20 Гц, 20 000 Гц. Это весьма условная вещь, потому что с возрастом верхняя граница слуха отодвигается вниз. Также нужно учитывать, что в зависимости от уровня громкости сигнала наши уши слышат по-разному, и возникают так называемые кривые равные громкости, или кривая Флетчера-Мэнсона.